Мой доклад посвящен группе графиков художников под названием «13», которая существовала в Советском Союзе с 1929 по 1931 год. В 1932 году художественные объединения все были разогнаны властью, и был создан Единый Союз Художников. Таким образом, была унифицирована художественная политика для всех, и художник для того, чтобы получить возможность работать в профессии, должен был пройти некий отбор в Союз, и заявлять, собственно, такую пластическую манеру в рамках объединения уже было невозможно. «13» — группа, с одной стороны, яркая, но с другой пока еще очень малоизвестная, малоосвещенная в постсоветской нашей литературе. Во-первых, по той причине, что это группа графиков, что уже ее несколько маргинализуют рядом с такими, так сказать, большими работами, социалистической, живописью, более позднего периода, как мы все понимаем. А с другой стороны, из-за ее специфичного, на самом деле, классового и гендерного состава, если так говорить, и из-за ее очень специфичной цели, задачи. Это была группа графиков-документалистов. Она была создана как объединение с очень высокими задачами, высокой планкой художественных задач. В первую очередь, ориентирована на западную живописи-графику. Вот такая немножко у нее была сразу иностранный флор. Это было связано с тем, что в начале 30-х, ну, на самом деле, в середине 20-х, там, в конце 20-х, в Москве и Ленинграде прошла цепь выставок нового западного искусства. И в Москве работал, как мы знаем, ГМНЗИ, Музей нового западного искусства, в котором, значит, постоянно показывали новейшие живописи-графику Германии, Франции и других стран. И вот задача, значит, лидеров 13-ти была создать, как бы, такую автономную платформу, которая бы именно занималась пластическими вопросами, но при этом отражала бы повседневность, как она есть. И при этом группа, как группа наблюдателей, группа документалистов, она была создана людьми, то, что называется, из старого мира. То есть основателями были двое художников, значит, ну, в основном, Владимир Милошевский, как бы это была его идея, значит, и Николай Кузьмин, которые принадлежали к кругам, близким к миру искусства, так называемые младомир-искусники, то есть бывшие символисты, вот, которые протестовали против такой вот сделанной графики и хотели, значит, осваивать такой быстрый рисунок, свободный, лёгкий, отражающий такую же вот свободу и лёгкость городской жизни, значит, и разные репрезентации городской ситуации. Вот, к ним позднее, значит, присоединился Даниил Доран, это такой художник, значит, саратовский, но это не все, в принципе, такие саратовские москвичи, вот, который был менее известный, уж не с такими регалиями, но, тем не менее, тоже очень яркий рисовальщик. И, значит, они дальше уже набирали в свою группу более молодых авторов, вот, там был разный возрастной разброс, но вот интересно, что группа, как бы, помимо того, что, ну, так сказать, вот, сразу противопоставила себя, значит, существующей какой-то идеологеме, вот, художника на службе государства, художника, который, как бы, отражает социалистическую действительность, там, социалистическое строительство, ну, по-своему, типа, они сразу себя поставили как наблюдатели, у них были и внутренние противоречия некоторые, потому что, ну, и внутренняя динамика, потому что напряжение между старшими участниками и младшими, обучавшимися во фхутемасе, как бы, оно было сразу явным достаточно, они обменивались опытом, или, значит, происходило некоторое руководство сверху, вот этими молодыми художниками, вот, так или иначе, значит, что же такое документальная графика, и как именно она связана с гендером? Тут есть две проблемы, как бы, во-первых, собственно, гендерный состав группы, которая разделялась, там были мужчины и женщины, значит, и у них немножко разный подход был, значит, график, а с другой стороны, как бы, все это, так сказать, гендерные вот эти репрезентации, они очень переплетаются вот с тем, как, собственно, изображается тело, человеческое тело, да, значит, и вот начнем, значит, покажу вот работу непосредственно Милошевского, вот он, значит, сам Милошевский, значит, он пропагандировал такую идею рисунка множественных объектов, то есть он видел тело, как бы, как один из элементов пейзажа, значит, и тем самым отходил от такой вот, значит, ну, понимаете, академической, вот, да, академического подхода, да, когда человек, значит, пишет по памяти, или там он пишет по эскизам, он просто выходил на улицу и делал вот такой, значит, раз-раз-раз, быстрый, значит, крок, вот то, что называется рисунок, такой набросок, да, иногда он их подкрашивал акварелью, но вот к вопросу о теле, собственно, вот это новые советские люди в парке, значит, мы видим, значит, женщину, то самое, значит, они, группа 13, они вообще очень активно рисовали, значит, на улицах, значит, вот это такая московская толчая, вот, как мы видим, значит, это такая череда, а вот это вот как раз Кузьмин, вот, он такой более лиричный, немного, вот, менее конкретный, вот, значит, у Милошевского у него был такой азарт, сейчас следующий, вот она, азарт мастерства, азарт такого виртуоза, он, значит, все время соревновался с другими художниками, значит, кто более четко, значит, точно, как бы покажет характер модели и прочее, а с другой стороны, вот Даниил Доран, значит, который совсем иначе подходил к форме, как мы видим, да, и он избрал основным сюжетом своим, значит, спорт, значит, балет, цирк и водные станции, вот, ныряльщики, и для него, как бы, важнее была вот не какая-то конкретика, а световоздушная среда, но тело, как мы видим, здесь тоже очень интересно репрезентировано, потому что, как бы, тоже, ну, тут такой специальной гендерной дихотомии нету, вот, значит, это набор таких пятен, очень легко доносимых на бумагу, значит, он тоже очень быстро работал, вот, и, как бы, это тело, это тело, вот, которое он нам показывает, оно очень сильно отличается от того соцсореалистического, так сказать, тела, которое мы видели вчера, как вы понимаете, да, то есть это тело без признаков, вот, как бы, государственного подчинения, что ли, тело, как уязвимое тело, как такое облако некое, да, вот, значит, и к этой же, вот, как бы, к этому костяку примыкала, значит, да, ну, вот еще третья такая, сарказм, сарказм тонкий, значит, ирония по отношению к советской действительности, это, значит, Роман Семашкевич, тоже такой рисовальщик, очень талантливый, молодой, ученик Александра Древина, вот, который, значит, вот так вот видел, значит, это тело в городе, да, как мы видим, тоже совершенно, значит, совершенно не похоже на, и вот, да, интересно, что, как бы, тело как живое, предметы, значит, как некие живые, да, такие, вот, значит, но интересно, что группа 13, знаете, ориентированная на профессионализм, на такое, значит, высокое качество, на европейскую ситуацию, она, значит, очень во многом строилась, на, так сказать, на такой, на таком приеме историзации, наверное, отстранения самого образа художника, это явление, которое было и в Ленинграде 30-х годов, распространено, в отношениях к французскому искусству, современному, как к наследию, как к некой исторической ситуации, которую мы уже, вот, можем с расстояния воспринять и, как бы, взять от нее что-то для нашей, вот, новой живописи. Вот, эта риторика, которую впервые, как бы, наверное, озвучил Пунин, она, значит, ну, так или иначе, приводила к такой, как бы, к такому внутренней, наверное, игре в художественном сообществе, что они воспринимали вот сам процесс, там, работы с натурой, там, отношение к натурщице или, там, действительно, вот, профессиональное восстановление, как такое вот соревнование с этими историческими фигурами внутри французского искусства, как XIX века, так и XX, например, с Матиссом, вот, и, значит, это тоже оставило свой определенный след, значит, на этой группе. И вот посмотрим, значит, что происходит здесь с женщиной. Значит, вот была женщина Татьяна Маврина, которая, значит, в эту группу вошла как раз из молодых, вот этих авторов, да, и она сразу себя поставила как, как бы, художница, которая работает с темами детского рисунка, вот, но при этом тоже документально, то есть, вот она рисовала на пляжах, видите, что ее работы такие вот наивные, значит, тоже немножко необычные, значит, тоже вот на улице она рисовала, но в основном понятно, что эти работы, они сделали, сделаны скорее не с натуры, а по памяти или по такому, наверное, как бы впечатлению, вот, в чем-то они там соотносятся с фавизмом, вот, в чем-то там с экспрессионистами, в чем-то с французскими, значит, графиками современными ей. Значит, она довольно быстро начала, вот, свою тему она выбрала, значит, работы в женских банях, вот, то есть перед ней стояла такая задача, чтобы сохранить некое приближение, значит, к задачам вот этих вот своих старших коллег, да, по группе, вот, но при этом, все было не так просто, потому что понятно, что она одновременно в этой ситуации была и объектом, и субъектом, потому что если женщина, художница, которая работает в женских банях и постоянно пишет обнаженную натуру, значит, она себя видит как кого, то есть она видит себя как бы как некого актора, и, значит, вот сначала написала такие портреты, но потом, значит, все больше и больше она обращалась вот к этой теме обнаженной натуры, писала, она, значит, постепенно, группа распалась, ну, вернее, была, значит, разогнана, обнаженная натура сильно стигматизировалась вообще как задача, вот, и уже, значит, вот до конца 30-х годов она вот это вот работала, и интересно, что, ну, как бы официально натуру она, так сказать, не могла заказывать, и ей базировали подруги, значит, или она сама себя писала через зеркало, вот, но здесь вот есть интересный такой момент экзотизации, экзотизации женского, как бы не только через такую линзу Матисса, но еще и через как бы вот от самоотстранения от этих женских моделей, вот, это кажется довольно интересным, по той причине, что на самом деле вот позиция наблюдателя, которая сама группа, да, заявила, вот, она для нее была не такой уж доступной, вот так я бы сказала, и вот интересно, как женщины внутри этой группы, они каждые для себя, значит, трактовали эту позицию наблюдателя, вот, значит, есть, была, значит, в третьем составе художницы знаменитая авангардистка Надежда Удальцова, вот, которая вошла, значит, в состав группы с работами из ее поездок, ну, совместных с Древеном в Армению, значит, на Урал и на Алтай, вот, где, как бы, женщина, ну, как, она тоже, не очень много у меня сейчас здесь слайдов, значит, она показана, как бы, там не очень большая гендерная дифференциация, вот, как бы, просто это вот некоторая жизнь вот других народов, которая, значит, такой свободной и легкой графической интерпретации, без, без такого вот модернистского глаза, без оценивающего колониального глаза, и насколько видно, что очень серьезная, как бы, ну, разницу работы Удальцовой сразу обнаруживают с работами другой участницы, Надежды Кашиной, достаточно известной в Узбекистане художницы в Хутемасовке, которая, значит, в конце 20-х годов переехала в Узбекистан, так, вот, вот такие вот были ее, значит, работы, и многие из них посвящены жизни советской женщины, вот, такие яркие фабистские, значит, полуживописные, полуграфические листы, вот, ну, понятно, что в них, как бы, вот, идея, значит, создать некую атмосферу Востока, в чем-то они пересекаются, значит, тоже с работами Матисса, вот, здесь, конечно, очень тоже большая дистанция, она, как бы, видит женщину в некотором другом обществе, которая, она, вот, с Кашиной произошла интересная ситуация, потому что она осталась в Узбекистане, и, значит, ее очень быстро там, значит, сломали, и стали, значит, объяснять, что это не, 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 живопись там политически некорректная, и вот она стала, это вот больше 60-х годов работы, а вот такие вещи она делает в 50-х, вот, вот видите, вот это, вот, тоже, как бы, какой-то постоянно колониальный момент, вот, такие сталинские парадные, вот, ранее работа, видно, сталинские парадные натюрморты, и вот к таким вещам она обратилась уже в 60-х годах, вот, тоже здесь, как бы, такая пластическая задача, вроде бы, вернуться к старым работам, но, вроде бы, вернуться, как бы, к старым композициям, но уже их так оформляя, как бы, модернистски отстраненно совсем, и тело уже здесь, ну, как бы, полностью стала такой отчужденной формой, ну, как это известно в 60-нической живописи, вот, но, значит, наиболее интересной группой внутри вот этой, значит, объединения этих 13, да, была, так сказать, группа женщин, которые совсем мало, на самом деле, репрезентированы в истории советского искусства, это, ну, как бы, группы, я их называю не потому, что они, как бы, были самостоятельной группой, просто потому, что это две вот такие самостоятельные фигуры, это Антонина Сафронова и Ольга Гильдебрандт, и вот это все к разговору вчерашнему о гендерном диссидентстве, который я уже, значит, ну, упоминала, что я буду об этом говорить, значит, и Сафронова, и Гильдебрандт, они представляли собой женщин, явно не советских, подчеркнутыми советских, значит, Сафронова, бывшая участница бубного валета, когда-то, значит, у нее очень рано погиб муж на фронте, и, значит, нет, ну, значит, и она начала, как бы, работать одна, она больше никогда уже не заключала никаких партнерств, она была таким художником-одиночкой женщиной, достаточно редкий случай, на самом деле, приедет такой убежденности, это ее работа, значит, 20-х годов из серии, посвященная НЭПу, а вот эти работы ее 30-х годов, обратите внимание, что здесь очень много женских портретов, вот, и эти женские портреты, они, как бы, совершенно основаны на абсолютно другой, да, гендерной презентации, чем это, то есть, это такая некая романтическая, литературная, вот такая, вот, все эти женщины, конечно, очень субъектны, вот, значит, она много работала в иллюстрации, но и писала, как бы, для себя, понятно, что она совершенно не расставлялась уже после 13-ти, вот, но это те типы женщин, которые, которые не вошли, как бы, в нашу мысль картинный каталог, да, женщин 30-х, советского времени, да, 40-х годов, и это еще, конечно, ждет своего исследователя, вот, такой вот мужской гендер, значит, у нее, такой Лев Компианский, значит, этот самый критик, а вот это ее автопортрет, да, вот, и, конечно, этот образ, как бы, женщины-субъекта вне общества, которая, значит, погружена в себя, которая, значит, представляет собой интеллектуальную единицу самостоятельную, вот, это тоже часть, как бы, картины наблюдателя, но только уже самопортретируемая, как бы, такая сознательная, вот, вот, да, женщина 40-х годов, интеллектуалка, и, конечно, она тоже отсылает к этому образу, на самом деле, начало 20-х, который я вчера показывала, вот, совершенно неописанная, значит, итак, да, завершаю свой доклад, значит, и обращаюсь я к такой совсем, значит, маргинальной фигуре, это Ольга Гильдебрандт-Арбенина, значит, да, вот она, вот она, значит, Ольга Гильдебрандт была художницей-дилетанткой, она актриса, значит, актриса из Ленинграда, значит, Петербурга, и она принадлежала кругу поэта Михаила Кузмина, с которым, значит, основатели группы были связаны через мир искусства, значит, это была такая очень интересная, очень маргинализированная ленинградская компания, связанная с интеллектуалами десятых годов, значит, сам Кузьмин был гомосексуалом открытым, это известный, он жил со своим партнером Юрием Юркуном, писателем, и слегка художником, вот, значит, с ними как раз Милашевский познакомился в 20-е годы и ориентировал их на то, чтобы они, значит, занимались графикой, Юркун в это время сошелся с Ольгой Гильдебрандт, они стали как бы жить такой семьей расширенной, значит, то есть он как бы с ней жил, и одновременно с Кузьминым, и вот, значит, как бы они занимали, они стали заниматься, значит, рисунком, и вошли оба, и Юркун, и Гильдебрандт в состав группы 13, и, значит, таким образом, как бы сама группа, она вот как и западные, значит, эти течения новейшие, она включила в себя дилетантов, то есть расшатывая вот этот, вот, значит, академический рисунок, да, расшатывая представление о том, как бы, как, и, значит, Гильдебрандт, она как бы выступала, как такой, вот, портрет Юркуна в юнгер-питации, в китайском костюме тоже, как мы видим, здесь такая экзотизация, и, значит, гендерный сдвиг, с другой стороны, значит, на самом деле, вот она, вот ее, значит, работает, вот, она, как бы типа балерина, вот, или актриса, которая, значит, работает для себя, вот она изображает некий женский гендер и, ну, пейзаж, значит, гендер, ее, как бы, центральная тема, это гимназистки, значит, некие, да, такие вот, значит, девочки, значит, молодые девушки, которые все время находятся одни, значит, в каком-то пустынном пространстве, Совершенно не связанным никак с советским универсумом абсолютно, подруги, женские отношения некие. И Гильда Брент, она тоже, как и Сафронова, до конца своей жизни, связана с многими людьми, Иркунара стреляли в 1938 году по писательскому делу, она оставалась таким свидетелем и позже. Она хорошо была знакома с Гумилёвым, с Мандельштамом и с другими, и оставила воспоминания дневники. Но здесь также интересно то, что на самом деле это яркий пример гендерного диссидентства в рамках советского проекта, который мы видели вчера. И на самом деле это пример очень серьезной стратегии выживания, потому что она, опираясь на эти образы, которые на самом деле на нее не добили, были продуктом ее собственного воображения или сна, или чего-то. Она создавала такую замкнутую в себе очень работающую реальность, которая при этом как-то так или иначе соотносилась на самом деле с европейскими ситуациями, с Ардеко, например. И вопрос о том, профессионал, она как бы как художница, является ли она художницей профессионалом, или она дилетант. Это вопрос, который на самом деле вот краеугольным образом поставил группу Тремяцей, то есть что нужно для того, чтобы художник, как наблюдатель заявил себя как субъект, как действительно имеющий право на высказывание внутри этого советского пространства. Наверное, у меня уже нет времени, тогда я скажу еще пару слов. Пространство документальной графики, как близкое к литературному жанру, как к живописному дневнику, оно было для женщин очень затруднено, потому что оно включает самоописание в той или иной степени. Я показала несколько стратегий самоописания, одни из них связаны с очень сильным дистанцированием от реальности, с ее экзотизацией, с как бы взглядом извне. Важное значение здесь имеет работа с моделью. Я говорила про Маврину. Дело в том, что в конце 30-х годов группа 13 продолжала собираться, это вообще достаточно устойчивая оказалась конструкция, как и многие объединения 20-30-х. Они продолжали коммуницировать между собой. А работа старших вот этих художников с моделью носила разный характер. Многие из них делали эротические рисунки. И была такая неплассная конкуренция между старшим поколением и вот этими вхутемасовцами, что вхутемасовцы не могут нарисовать ничего эротического, потому что они советские люди. А те над ними смеялись. Существуют такие документы в архиве группы. Ну и, соответственно, это включает самообъективацию. И вот это, значит, борьба с тем, что нужна ли самообъективация. Такой негласный уход от этой проблемы. На самом деле в жизни полемики этой группы это очень видно. Может быть, это единственный случай внутри советского искусства, когда это вообще позиционируется как проблема. В общем, короче говоря, подводя какой-то итог, можно сказать, что группа 13 действительно совершила некий выход за границы вот этого, значит, круга этих навязанных интерпретаций женского гендера в советское время. Она, конечно, поставила по-своему проблему кредит, то есть как бы именно из-за того, что это было гендерное диссидентство. И освободила в искусстве большое место для маргинального поиска, то есть как бы сделала людей, которые поставлены советской властью как бы на границу, вот это сделала их, ввела их в круг как бы профессионального искусства. Вот, значит, интересно, что главным обвинением, понятно, что против группы 13 издавалось огромное количество статей, значит, в начале 30-х, когда уже, значит, такая погромная кампания была объявлена, значит, Маврину обвиняли в буржуазном эротизме и неприкрытом эстетизме, Дорану предъявляли, значит, обвинение в трюкачестве и циркачестве, потому что его работы были связаны с цирком, но при этом интересно, что как бы сама по себе самодостаточная пластическая задача, вот эта кропания, так сказать, быстрая работа такими пятнами, линиями, это было как бы объявлено как уход от политической сознательности. Ну, понятно, что это общее место, но в их случае это особенно ярко, потому что у них действительно была цель, так сказать, работать в новой пластике такой, вот, и третье обвинение, значит, которое выдвинуто было по отношению к Удальцовой, ну, и таким художником, как Кашина, значит, художницам, значит, это было, значит, обвинение в том, что к советской действительности они относятся равнодушно, и ее очень сильно упрощают, упрощают импрессионистическим образом, значит, трактуя, то есть не прорисовывая, как бы не прописывая все вот там, ну, не знаю, детали, да, производственные и прочее, вот, то есть такое вот равнодушное отношение спустя рукава к социалистическому строительству, потому что они действительно писали вот эти пустынные пейзажи, которые были пространствами эскапизма для них, вот, пространствами ухода от официального дискурса, а в то же время, на самом деле, и теми пространствами, на которые претендовала и власть, в своей, как бы, территориальной уже колониальной экспансии. Вот такая интересная, значит, интересная проблема. Получается, что на самом деле речь идет о том, чтобы описать, описать колонизируемого субъекта, значит, да, описать вот эти территории, территории, на которые советская власть, как некие вот незанятые. Вот это и есть, значит, собственно, проблема, которой посвящен мой доклад. Спасибо. Продолжение следует...